друзья всем привет почему так назвал ролик недавно смотрел видос в интернете где-то неделю назад как толпа полицейских задерживает одну бабушку которая в неположенном месте перешла дорогу это вроде было если не ошибаюсь в череповце да приехала несколько машин несколько нарядов и пытались заломать одну бабушку кто не видел сейчас я покажу кусочек из этого ролика полицейский убери руки от нее руки убрал от нее руки от нее убрал ягод не убрал руки убрал от нее от женщины руки убрал ты чуть не стремно ты не стремно это же пенсионер тебе не стремно ты мужиком себя называешь ну ты чепуши отпусти руки удостоверение показал мне быстро блин скажи он не показывает он блять женщину какую-то прессует удостоверение не показывает на 303 убрал руки от нее вот короче ты там будешь служить да там хочешь служить да я там и служу красава чё гордишься да я горжусь этим да красава вы со мной так не разговариваете я как хочу с тобой буду разговаривать да серьезно да серьезно а нахуй ты меня не обычаешь а чё ты сказал то блять сказал ооо сотрудник полиции ну все чувак ты уже не сотрудник полиции у я ли у меня ли я ли ну чё поговорим с тобой о чем о чем телефон-то уберите а кучу хочу дойдем уже заберет телефон а чё ты можно берешь дерзкий телефон герой а герой давай давали на землю на землю вали наручники одеваю вали на землю пистолет оставай стреляй а 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 и а а ты чё не смотри толпу её арестуют короче она пешеходник не там перешла посмотри она пешеходник не там перешла а это чё происходит великий русский народ вот он И как-то я подумал, ну это вроде далеко, не рядом с нами, у нас такого быть не может. На тебе, прошла почти неделя, и то же самое почти произошло у нас. Толпа полицейских приехала задерживать одну женщину, Аню Шикалову нашу. Вообще-то я хотел начать не с того. Друзья, сегодня у нас наступило уже 1 марта. День весны, все туда-сюда, но речь не об этом. У Ани Шикаловой сегодня день рождения. С чем мы ее все и поздравляем. Но за 2, или за сколько там, за 3 дня до этого, до поздравления, ее поздравили полицейские в Урдоме. Приехала толпа полицейских задерживать одну Аню Шикалову. Вкратце, ситуация началась с того, что ее поджидали около дома. Остановили по какому-то предлогу, по какой-то причине, что она поворотник не показывала, когда из дома выезжала из огорода. И в общем, это мурыжение продлилось почти 4 часа. Я сейчас вставлю кусочки из видео из того дня, чтобы не говорили, что это выдернуто из контекста, вырезано из контекста. Полная версия тех событий опубликована у ребят в группе ВКонтакте Вести Шиеса. Там видосов штук 10, наверное, за тот день. В общем, Аню задержали, продержали почти 5 часов без составления протокола. Она в машине вся замерзла, голодала, ни в туалет не выйти никуда. На машине уехать нельзя, потому что документы забрали. В итоге, в конце дня, к ней приехали ребята на защиту, на подмогу. Это был Володя Когут, который недавно на посту крепость с полицейскими общался. Сейчас он опять помогал Ане, вел беседу с полицейскими. В итоге прошло более 5 часов. Аня уехала в больницу с давлением. Ее положили в больницу. Вот до чего довели человека. Еще раз напоминаю, все подробности переходите по ссылочке в группу Вести Шиеса. Там у них все видосы за этот день выложены в хронологическом порядке. Документы верните. Все. Права верните. Права верните мои. Оплатить только что ты не считаешь. Вы отказываетесь вернуть права гражданке. Я даже не знала, что у меня там штраф есть. Я говорю, отдайте мне, пожалуйста, права отдайте. Права гражданке отдайте. Проедемте в Ярин. Так права гражданке. На основании чего? На основании чего проезжать? 20-25. Так штрафы есть? Проверяйте по базе, есть штрафы или нет. Уже проверил. Так идите, проверяйте. Штрафы вам только что квитанцию показали, что штрафы оплачены. Вот именно только что. В смысле, только что вам показали, потому что вы соизволили, как барин, выйти из машины и посмотреть. Какие сроки нарушены? Так вы отказываетесь ставить протокол? Какой? Протокол административного правонарушения. Вы ее за что остановили? Он ставится в ее присутствии. Вы за что ее остановили? За поворотник? За что остановили? За нарушение ПДД. Какого ПДД? Какого? Какого именно ПДД? За что вы ее остановили? У вас были основания для остановки? У меня было. Какое? Вы у нее посмотрите на него. Я все разъяснял. Вы кто? Почему я вам должен разъяснял? Вам. Я тут, это мой защитник. В ушной форме было сказано, что я являюсь защитником. Вам достаточно, что я с защитником являюсь? Какое писание? Я тут, это мой защитник! Анна Семёновна заявила, что я являюсь защитником. Что вы представляете? Протокол за нарушение ПДД. Я вам пришлюте реалом. Я вам предложил и сказал, что у вас есть неоплаченные штрафы. Протокол составляете по ПДД. Отказываетесь составить протокол за ПДД? За нарушение? Вы, сотрудник молчанов Гражданки принесите сюда И ознакомьте ее с протоколом Гражданки все Несите протокол, вы отказываетесь принести протокол Вы отказываетесь принести протокол Вы остановили, почему вы меня остановили? Протокол составляйте Я тут, на данный момент Я распишусь Прошло 5 часов Вы почему? Вы 5 часов незаконно Документы забрали 5 часов 5 часов вы задерживаете 5 часов А вы как документы у меня забрали? Из форточки? Как вы забрали документы? Сейчас я сниму, что документы там находятся Сотрудник полиции, майор Я хочу к вам обратиться Что? Катерин, можешь поснимать? Что значит, слушаю вас Я хочу обратиться к сотруднику полиции Майору Вы федеральный закон о полиции знаете? Обращайтесь Александр Александрович Критков Вот смотрите, да? У вас даже майор не знает федерального закона о полиции При обращении гражданина Они даже не знают, как действовать То есть, вы куда закрылись-то? Полиция, я хочу к вам обратиться Сотрудник полиции, майор Я хочу к вам обратиться Мне помощь нужна, сотрудник полиции Посмотрите только на молча Сотрудник полиции, майор Я хочу к вам обратиться Вы почему закрылись-то? Вот так вот, Александр Александрович, перед ходом Подходит к сотруднику полиции Он даже не знает, как реагировать Согласно закона федерального о полиции Ну, что это за сотрудники? Может, вам пора поменять весь штат сотрудников полиции? В Урдоме Сотрудник полиции ДПС, ГИБДД С нагрудным знаком 2-0 Можно посмотреть нагрудный знак? Какой цель мне снимать? 2-0-40 2-0-40-37 Вы ко мне обратились? Вы ко мне обратились? Вы ко мне обратились? Вы ко мне обратились? Я еще раз спросил Какой цель мне? Действуйте согласно федерального закона о полиции Требую показать ваше удостоверение Капитан полиции С нагрудным знаком 2-0-40-37 Вы ко мне обратились? Я просто подошел посмотреть Ваш нагрудный знак А вы ко мне обратились? Представьтесь согласно федерального закона о полиции Хорошо, смотрите Александр Александрович Притко Вот видите, как действуют ваши сотрудники полиции В частности, капитан То есть сейчас идет договоренность между сотрудниками полиции Сотрудник полиции не действует согласно федерального закона о полиции При обращении гражданина он не представляется По требованию гражданину отказался предоставить удостоверение Приехала машина ДПС Номер У-1102 26 февраля 2021 года Время 17 часов 40 минут Продолжает вставление протокола Вот как мы видим, да? Сидит Молчанов Приехал сотрудник ГИБДД Консультирует Чтобы оправдать как-то действия Я считаю данного сотрудника Вот С момента задержания уже прошло более 4 часов С момента задержания Анны Семеновны Шикаловой То есть, если быть точным То 4 часа 40 минут И только сейчас сотрудники полиции Удосужились, да? Составить как бы протокол Сотрудник полиции хочу к вам обратиться А вот который впереди идет Паша, иди сюда Сотрудник полиции хочу к вам обратиться Слушаю вас Что значит, слушаю вас? Ко мне хотите обратиться? Я хочу к вам обратиться Проследуйте до скорой В смысле, слушаю вас? Я вас слышу? Вы как обратились? Вы хотите к вам обратиться? Да, сотрудник полиции Я как гражданин хочу к вам обратиться Вы куда пошли? До свидания Что значит до свидания Сотрудник полиции без опознавательного знака Предков Александр Александрович Это что за беспредел-то вообще Такой творится с вашими сотрудниками?